Так, ну и мы продолжаем смотреть на замечательную прематч-лигу с лучшими командами СНГ. Собственно, команды Позитив, Гайз и Немига продолжают свою баталию. Бест оф три за очки, чтобы понять, кто из них батя, а кто из них не очень батя. Пока счет 1-0 в пользу Позитива, и во второй карте они сразу забирают себе Вайда. Что делать? Дарья, подсказывай. Плакать, возможно. Я стартую. У Немиги с Вайдом не получилось. Возможно, Позитив Гайз покажет, как здесь нужно с ним разруливать, но это мы еще посмотрим. Пока в ответ есть, возможно, уже готовая линия Андайенко-Кентавр. Интересно, все-таки пойдет Андайенко у нас на пятерку стоять, на легкую линию или останется здесь. На стадии драфта ее еще не сунется в игру с словами. Там, вот, я не пойду. Не надо. Вьетнамские флешбеки. Ну, такое тоже может быть. Пока у нас расклад такой, что на Немигу, в принципе, по коэффициентам все то же самое, что было на прошлую игру. Опять все стройки начинаются. В прошлом матче все закончилось. Ставка была закрыта. Там было уже 8.5 на Немигу. Так что там, в конце концов, все-таки. Ну, все равно было понятно. То есть, этот матч был довольно однозначный. И последняя драка, она просто поставила какую-то жирную точку в этом матче. И там никаких качелей особо-то и не было. Было пара файтов, которые добавили неясность, но не более того. Инчи Андрес для Позитив Гайз. Слушай, Гостик одно время прям так гонял на Инчи, что мама не горюй. Могут показать какую-то сейчас интересную доту. Опять же, чем хорош тот же Андайенко? Так что ты приходишь, там душишь с пылами и потом побеждаешь в игре. Здесь может просто не получиться душить с пылами, потому что он слишком хорош, этот герой. От него много неприятностей с нулевой, можно так сказать, в харде. И с какой-то там интересной связкой можно даже убивать. Только вот вопрос, будет ли это связка. Да и с какой связкой можно убивать? То есть, опять же, когда ты зомби, представь на секунду. Кого бы ты хотел видеть у себя вторым героем, с которым все получалось? Ну вот, когда дело касается зомби, его все-таки убить Инчи не просто до появления импетуса. Он жирноват, слишком много хп качает и прочее. Да, но ей он вроде как не сверхсильно мешает. Тут такой полубаланс у нас получается. Ну а что такое придумаешь, что можно было не бить руки и убивать сейчас вот конкретно? Ускар. Просто закидать. На самом деле, пока не могу придумать. Инчи такой герой, что вроде с одной стороны очень сильно, а с другой стороны вроде ничего особо не делает. Ну, опять же, андаинг здесь может оказаться не на линии против Инчи. Все-таки вариант с андаингом Кентавром тоже имеет место быть. Но не знаю, на мой взгляд, тоже линия такая интересная может получиться. Там только если кто-то суперудачно по Дабл-Х подставится, там реталиейд будет на стакан, и андаинг уже кучу силы откачает, тогда да, получится сделать фраг. Но не на войде уж точно, потому что он должен успевать делать тайм-волк из места событий. Это так, но мы посмотрим. Я думаю, обязательно кого они доберут, потому что вторая стадия бандов подошла к концу. В этот раз проехались уже катком по герою Мершина, убрали Земелю. Нас также зацепили Бэтрайдера. По Ауешеньке минус Патма, минус Луна. Вот такого героя вспомнили. Ну, Зитракс-то одно время на Луне очень много катал, это точно можно сказать. Сейчас уже трудно это предполагать. Опять же, вот при матч-лига отчасти была мной пропущена, и конкретно, что там Зитракс брал во других матчапах. Было пару раз у него Луна уже играли, и так себе, скажем так, получилось. Не особо заехала, но они старались. Ну, Луна такой герой, конечно, тоже не самый метовый, поэтому ее не так часто пробуют. Ну, у Немиги сейчас тоже, и можно не торопиться, взять еще одного саппорта, показали тройку, и они берут Шиду Шамана. Интересно, Шиду Шаман кинтавр уже получше звучит против Войда на линии. Да-да-да. Определенно. Теперь тогда вопрос очень интересный, какого саппорта взять на пятерку к Войду. Чтобы он не умирал от этой связки. Тут все-таки даже просто два контроля значит очень много, тем более, что там у Шамана и много дэмэджа с руки, и молнии больно бьют. Ну, есть вариант взять какого-нибудь Абадона, который снимет с тебя все эти дебафы на пятерку. Это первый вариант. Второй вариант взять какого-нибудь Грима, который даст или Сайленс в Шиду Шамана, или в Кентавре не даст им продолжить комбу. Либо который накинет на Войда треть спел, и то есть тоже не хочешь предельмели, потому что за это пол такой под сейв. Это из простых вариантов. Все еще Оракл, опция. Все еще можно дальше этого взять. Дазлок, с которым он кихтаться будет на линии тяжело. То есть ты вроде как будто сильный, там ретельеет, сидела, нагрешивается раз поезда. И он начинает просто ручки тебя подбивать, и ты уже не хочешь здесь на этой линии стоять. Он получает лишний стойки, потому что ты постоянно доп. вытекаешь. Пока у нас Пангалера. Вопрос только в том, Пангалера это здесь 2, 3 или 4 позиция. Потому что опции есть совершенно разные. От Эргона я видела Медового Пангалера, то есть я такого здесь варианта не исключаю. На четверке это может быть очень боевая линия с Энчо и Пангалером. Замедление там плюс фэшбакл, это довольно много всего можно успеть прописать. И Эмбер Спирит от Немиги. Тоже, опять же, вот нет его Эргона. Вот это Эргон, и опять же, то есть первая позиция или вторая, потому что можно и туда, и туда его ставить, и там, и там он постоит. Мне кажется, что против Энчо это не самая плохая идея, потому что у него хорошее количество магического урона. Что-то щиточек на первых углах. Если она там где-то накосячила. Опа. Так, ну теперь они всех меня как-то перемудрили. Так, ну давай смотри. Я думаю, что Энчо идет уже тогда саппортом здесь пятой позиции. Как те же ОГЭ играли. Пангольер Мид, Легионка сложная. Линия вот так, воет в легкую. Мне совершенно пока не нравится, что нет урона в Вайда, в купол, и нет урона, собственно, и в дуэль по очевидным причинам. И герои между собой стакаются так, что ты не хочешь давать дуэль в героя, которого уже там бьет воин, и в Вайду не хочешь накрывать героя, с которым воюет Легионка. Ну, по сути, здесь может быть какой-нибудь Скайверс Мейдж на четверку, и он решает проблемы и с куполом, и с ультом Легионки. В целом у него там маленький откат, и, по сути, если там будет хватать экспы, то вроде как урон вливать должен везде. Опять же, Энчо с появлением шестого решает вопросы с дэмэджем по идее тоже. По крайней мере, в куполе кого-нибудь забирать должны успеть. Про дуэль еще не очень ясно. Как там будет складываться. А вот сама по себе Легионка, хороший дэмэдж по области, это может быть неплохо, с учетом того, что тут драка должна быть довольно кучной от Немиги. Мили – Андайенг, Мили – Кентавр. Там Шаман тоже не такой огромный. Рейндж сплэфф имеет, пока не вкачает талант, пока не возьмет себе линзу. Но, с другой стороны, это еще и очищение. Все-таки здесь от чего почиститься есть более чем. Так, ну, в основе героя, которого стоит убрать, как ты думаешь? Героя, который убьет всех. В мид или в легкую? В легкую или в мид? Прямо всех-всех-всех. Я бы лучше посмотрела пока, потому что очень действительно намудрили. Вопрос кого не перехитрили. С одной стороны, смотри, есть Кентавр, который вышки ломает. Есть еще Душаман со змейками. Есть для драки Эмберспирит и Тандайн. Как-то какой-нибудь пушащий персонаж, там, Пугневич или Контроп. Бестмастер или какой-нибудь там. Можно придумать, куда поставить. Ну, а может, они возьмут какого-нибудь все-таки физдпс кэрри? Еще одного лавстилера какого-нибудь? Просто кого ты возьмешь, чтобы его не скушал воед потом? У нас Гирыч, кстати, не в бане. Может быть, его? Как вариант. Ну, Гирычу трудно будет против Инчи. Сколько-то неприятно будет. Но, опять же, Инча, по идее, выступает как саппорт. Я не вижу здесь легионка-бангалера, там, 4-5. Еще и Лина, вот такой вот герой. Вот опять до сих пор неясность небольшая по позициям. Лина здесь может оказаться вполне четверкой. И как раз той самой четверкой, которая будет вливать дэмэдж впоследствии, ну, условно, в дуэль. Или в купол, как получится. Да, ну, либо Лина мид все же, а вангалера на четвертую пересядет, вот так. Да, тоже вариант. Даже так будет логичнее с точки зрения набора левела для Лины. И она раньше сможет заливать свои вот эти ультимейты и все прочее. Да, она и с ручки неплохо побьется хорошо с вкачанной пассивкой. Ну да, зачем делать трехмилишных кэрри, когда можно сделать Лину хорошим героем на подсейв. Так, ну и давай тогда герой, который всех убьет. Против Лины постоит, если Эмбера убирать с центра. Ну, Эмбер, судя по бану от Positive Guys, все-таки здесь планируется именно для Зитрекса. Ну и, кстати, да, у Зитрекса в пуле этот персонаж есть, и он играл на сейфлейн Эмбер Спирси. Так что это имеет место быть, серьезное замечание. Но и против Лины, на самом деле, Эмберу-то не очень хочется стоять. Да и вообще не так много героев, которые против Лины, ну, так суперкруто стоят. Да, все так, все так. И сейчас, знаешь, такие сидят, сидят такие, ай, ладно, пошло он куда подальше, и фонтуде возьму просто так. Который не особо им нужен. Врейс Кинг. Все, значит, Эмбер Мид. Врейс Кинг легкая, Кентавр сложная, Шедушаман четверка. Отдайм пятерка. Ну и да, Ирвана все на линии. Четненько. Ну и Энчандр Саппорт, Мершин на Пангольерии тоже Саппорт. Да, так что тут тоже, как мы, в принципе, и предполагали, так и будет. Да, будет интересно посмотреть, и пока можем окунуться в свежие, как говорится, коэффициенты. Здесь, я думаю, что пока что повышаться ничего на ней мигу не будет, потому что реально не ясно. На самом деле, просто все закрылось, я никуда не могу посмотреть. Это я куда-то не очень залез, получается. Хлопани, может, у тебя отображается. Сейчас, да-да-да, у меня все было открыто. Событие завершено, пишет. Так вот. Уже победили, получается, позитивы. Ну, бывает, бывает. Предиктность, нулевое, как говорится. Не, я думаю, сейчас где-то должно будет появиться. Очевидно же, люди тоже смотрят, и сейчас их раз все выставляют. Подождем, обсудим, как оно тут у них получилось по итогу этого драфта порешать. Но мне кажется, что-то позитивы должны. Да, тут с учетом, в принципе, этого матча, я думаю, что многие залили еще до пиков на позитив газ. Да, я все-таки обрадовался, что появилась эта Alliance Demon Slayer. Там, кстати, счет 0-2 на параллельной трансляции. Demon Slayer прям неожиданно радует. Да-да, с Такован такой приехал, и все другие подписанные стаки с тренерами и всем прочим просто одного за другим щелкают. И это при группе в 0-4, кстати. Поехали ребята, группа 0-4, Flight of One группа 0-4, так потом Flight of One проигрывает все. На Demon Slayer играет финал уже со счетом 2-0. Ну, настоящие чемпионы нижние все-таки не боятся. Все так, все так. Как показывает практика. Да, многие думали, я думаю, что они еще от J-Storm в первом же раунде отлетят. Но от J-Storm что-то там в слабину дали. Дали слабину раз, и Liquid'ы дали слабину два. Нипы дали слабину три. С названием Liquid до сих пор не ассоциируются вот эти ребята из Альянс бывшие. Топ-2 НТА. Между прочим. И такие люди посмотрят, которые не чекали последние события, подумают, как это топ-2 НТА, летают какого-то стака из Северной Америки. Да-да-да, летают там топ-5-6, там топ-4, чего они заняты. Четыре, да, получается? Поэтому 5-6 и J-Storm 5-6. Топ-4, получается, Liquid'ы. Топ-3 Нипы. Топ-2, вот сейчас решается Альянс или не Альянс. Сколько там за первое место? 100 тысяч дается? По-моему, сотку, да. Ну вот, изи, налутать на самом деле. Да, приехал просто двадцатку в лицо. Поддержка-то два сцены, кстати, получается. Ну, реально, турнир, по сути, настоящий Тир-2. Там проблемы были с точки зрения того, как стакаться по ивентам, потому что рядом ESL со всем, который находится, уже, я думаю, в приоритете для многих команд с точки зрения престижа, потому что там, помимо денег, еще и Mercedes разыгрывается и прочее. Да и вообще, серия турниров известная. Там гораздо больше инвайтов выдавали, чем это было на Dream League. Но Dream League такой маленький кастомный турнирчик, можно сказать. Ну, они еще под последнюю игру объявили о том, что следующий MDL у них будет это дело, Dream League, помощнее она будет мажором. Ну, да, насколько я слышала, еще до этого там и ESL нас с мажором тоже должны будут обрадовать. Ну, это проект пока ничего не было, а тут они прямо выкатили, что за 24-26 января 2020 года в немецком городе Лейпциг может посмотреть на Лейпциг-мажор Dream League сезон 13. И билеты через 42 часа уже будут в продаже. Получается, через 40. Но с учетом того, что второй мажор должен быть гораздо сильнее по составу, я думаю, там билеты быстро разойдутся. Я бы уже был готов. Тем более, что в Европе прям... Ну, на самом-то деле да, потому что в Европе довольно доступны для многих фанатов Dota города, оказывается. И причем там такие вот организаторы, как Dream League, как ESL, они дают возможность покататься в Европе и посмотреть разные города. Да, очень много разных решений, особенно Dream League предлагает в этом отношении. И вот теперь видим очередной новый город. Вот мне кажется, они там ни разу еще ивентов не проводили. Думаю, что так. И причем, смотри, Dream League старается именно проводить где-то в Европе. А вот у нас есть такие замечательные ребята ESL, которые постоянно где-то катаются прям по всему миру. Но ближайшие ESL будут в Гамбурге тоже все-таки. Да, но они чаще удивляют, скажем так. Ну и что, появилось таким, и решают, что 8,5 на Немигу и 1,05 на позитив. Нифига себе. Это на самом деле серьезное заявление, надо его проверить. Ну, у меня прямо сейчас остановилось. Смотрю, 8,5. С одной стороны, в ESL это, конечно, хорошо, против Вайда, но, пожалуй, нет. Настолько не верится. Папаня все решит. Мне кажется, что не обусловлено ничем эта вера в него. Точнее, Вайда настолько, чтобы ставить такие коэффициенты. Ну, это скорее из-за разгромного... Типа, что они просто хуже играют. Возможно, возможно. Ну, ладно, посмотрим. Действительно, пока нет вообще никаких... Ну, здесь такие герои, на самом деле. То есть, у тебя очень много зависит от того, насколько у Легионка все пойдет на Лина. Сколько у Лина все пойдет на Лине. Потому что там любая перьяшка, допустим, от Шадо Шамана выходит в центр, там получает груз левел, убивают Лину раз, убивают Лину два. Не все. Змей ставишь, Шинча погибает. Змей ставишь, там, закрываешь, Вайда в куполе, он двигаться не может, там, погибает. И все прочее, прочее, прочее. Очень много, что будет зависит от того, как пойдут первые 5 минут, и пока вот можно реально ловить эти 8,5 и кафевать потом всю игру от того, насколько легко это было. Ну, тут самый большой плюс для Немиги, то, что у них огромное количество контроля, а очищение, вот, ну, только одна Легионка. Она все не почистит, слишком много спилов, которые могут закинуть. Ну, на 25-м я слышал, она что-то такое умеет делать. Вчера просто смотрела в груди монстрейеров, которые вот так побеждали, что заходят три героя, и просто под очищением тем самым чистенькие, свеженькие разваливали трон. Ну, вот, да, презоатак на 25-м, это, конечно, круто, до 25-го еще надо дожить, а вот Легионка, она такая, что либо она набирает все-таки быстро за свой урон, дэмэдж и критическую массу, либо у нее очень-очень долго все это дело не идет. Вот, а вот Папаня-то все-таки под своими работягами может в какой-то момент и задушить. Так что я думаю, что здесь действительно коэффициент можно еще и поймать, так что остается только наблюдать. Видим то, что пока напряжение на верхней линии у нас есть, и Гостик уже получает урон, ну и позитеркса успели выдать. Ну, это тяжело, что делать, потому что Гостик, да, ты силовик, и против зомби вообще не вариант. Он кидает, плюс 4 себе, минус 4 противника, вот уже стоит Легионка, 50 урона с руки. ХП пул 480, сейчас ловит стан, словит еще один дикей, поврет. Собственно, вот стан, раз, два, ну, даже без дикей обошлось. Легкая, максимально легкая. Ну, на деле так и будет, возможно, на ближайшие возможности попытается Легионка отойти в лес, пофармить, но пока этой возможности нет, еще маловат левел. И придется как-то с первым нам бороться. Да, и много танго, Регенец, она будет быстро, но бьют пока ее побыстрее. И пока еще не подключился. Да, там интересно, что снизу от Миши он нашел на первой минуте клепа себе не хорошего на эту линию, и теперь стоит, закидывает Хадукин, и при этом дает еще Хапориген для Вайда, для которого это просто спасение и находка. Представишь, на него не трогаешь, тут Хадукин на сотку. Тихоньк. Строник на 160. Ну да, прям, Кентавр сейчас оценил. Бакс ловил еще два ваших подряд. Ведь когда-то, когда-то эти крипы были просто бичом любого абсолютно героя отходящего в лес, потому что если он даже на секунду где-то задумался, он уже там просто проходящему герою закидывает. Но пока все равно, очень повезло Мишу с крипом. Самое главное его теперь не потерять. Вроде как должен придерживаться своего, вряд ли кто-то заинтересован в бить крипа с Регеном. Ну и, кстати, вот несмотря на все напряжение, на линии все-таки каких-то крипов ПК пропускают. Ну там была отведена пачка, насколько я видела, но все равно Дитракс отходил в лес пофармить, но по количеству крипов небольшое отставание есть. Ну не критично, конечно, дальше это все выровняется. Хадукин. Да, Шоквей его очень больно бьют. Да, и маны еще на целый каст один есть, и накапывает, возможно, к этому времени еще на второй. Да, может его как пушечное мясо отправлять, тычка с руки на 52 урона есть, и Регенится он хорошо, поэтому перебить его сразу не получится. Да, причем можно сбегать будет налево, вот первый большой спот в лесу, и там еще один такой же дружище ждет своего часа. Да, повезло, он бежит. Самый левый, еще левее. Довольно далеко. Ну, видишь, он первый вытащил с центрального вот этого спота, и сбегал далеко, значит, что ему мешает сбегать. Еще подальше. Ну, типа чуть-чуть дальше, на самом деле, там между первым и вторым уже перерывчик небольшой. Астрал забегает, видит здесь опять этого сатира, пытается с собой заблочить этот спот в очередной раз. Он справился. Ну да, но он настолько тысяч лишних наполучал, что ничья безставка бегает ничуть не это, немедленнее, чем... Ну, с другой стороны, он-то танго еще поест, и ладно, зато получает фри-экспул, по крайней мере, Челзунвана, его не напрягают. У Челзунвана с легеном все плохо, у него он закончился. И, помимо этого, Миша тоже не получает экспул, а очки медленнее ничья доберется до импетусов, всем все-таки полегче будет. Да, но ничья все-таки здесь пятая позиция, ты заранее рассчитываешь, что у него не скоро что-то будет, а минутик в десятой. Ну, в десятой минуте надо бы уже с книжкой что-то будет. Ну, я думаю, что десятый ты получишь. Я про то, что, когда ты выстраиваешь свой драфт, ты не думаешь, что у тебя пятерка будет давать там миллион урона сразу. То есть, ты играешь из-за того, что у тебя что-то есть у первой, второй, третьей, да, и в итоге она здесь уже, на самом деле, сделала очень много. С вами Хадукинами, своим Регеном, и ЛТВ действительно получает не фул фри-фарм линию, но 19 крипов мы вытащили, и топ-3 крипстата сейчас вот закраски за ПГ. Ну да, в принципе, пока у нас тенденция такая же, какая была на прошлой карте, там тоже все начиналось с топов по Нетворцу и по фарму крипов именно от ПГ, и сейчас то же самое, уже тысяча преимуществует есть, и зомби погибает, а он отдается Ставру просто. Да, пошел, отдал свою ману, при этом не смог оказать хорошенькое давление на Гостика, из-за Панголера в том числе, который сильно напрягал, стоял с бочином, и в итоге Гостика, сделав даже такой интересный фит на ФБ, вернулся и до фарма свое. Возможно, это был тот самый один из миллионов, но фит во благо, когда ты выманил кучу ману противника и пришел, стал фармить, потому что не осталось ресурсов тебя так же плотно гонять. Да, и тем более Мершин в этот раз подключился, уже он начинает стоять на линии очень плотно вместе с Гостиком, и сам урон выдает довольно неплохой, кстати, сейчас Дитрикса есть шанс забрать, по тычке еще скинулся, да, и Мершин забирает этот фраг. Чем фермина был в Солу Риве, он просто не стал его нажимать. Еще были кипы, были герои, то есть достаточно плотному подхили даже сейчас. Но по какой-то непонятной причине, да, не стал этого делать, по той же непонятной причине не стал воевать за баунтирую, и у нас получается будет размен. Тригодной. Пульс ПГ. Да, на ровном месте такая большая потеря, и 3000 преимущество теперь стало за командой ДПГ в 5 минуте. Да, пока душит, конечно. Гостик продолжает фермина гонять. Левел 6 получил, при этом у Меложила пока 5, и до 6 еще немного нужно времени. Бегит по Кастрал, ставит Вижен, и видит, что Лина форманула этот спот уже не успел. Так, давай посмотрим еще, что у нас по Нетфорсу. У нас по Нетфорсу в топе небольшая драка, сейчас будет непонятно в чью сторону она идет. Прок и Дизарм, но урона гости пока живет. Заредательного заклинания, Сури плывал 2, в этот раз спасает Дитрекса. А спасает ли это самого Фервиана, потому что флазка от гостик, сейчас урон будет. Да, он не успевает здесь развернуться, дать реке, и скорее всего это негалопреки. Только что мешает здесь дальше, потому что есть свежбака, Прок это 5 Дизарм, и получается, что есть даблкил. Да, и самое главное то, что у Вокады 6-го еще жить и жить, и они могут успеть его еще раз окупить. Под дуэль, который скоро появится, с таким макаром, и это прям приятно, что они с этой линией так легко все делают в свою пользу. При всем при этом, опять же, у них из-за Миши ЛТВ получает фулл фрифарм, в том числе сейчас и по XP, и того он без скрипа левел 6. Будет хроносфера совсем скоро. Да, хроносфера здесь может быть интересна, просто на харду, если как-то переместиться еще раз. То здесь есть третий уровень стрел от легион-коммандера, есть свежбакл, который также пангольер, я думаю, на пятом еще вкачает разочек. И это довольно много дэмэджа, под который тоже можно сделать фраг. Ну, плюс там какой-то формат для амплэйт. Стивз готовится выход сейчас, астрал уже забегает в спину, здесь также в России, но должны заставить правильные станы. И добить как-нибудь гази ЛТВ, они это делают, а вот туин управляется немножко отдохнуть и подумать над своим поведением, но даже так, все равно в 8-м минуте у нас перевес 3000 с большим, в пользу ни ППГ, ни Миги, как-то нужно догонять. А как это сделать? В лесу фармить в ВК? Ну, как-то надо, но ВК может. Опять же, его работягивал 2, вкачал Крит. Проблема в том, что гостик приехал в цену вниз, у него уже есть 6-го его есть в дуэли. Сейчас, правда, 4-го героя убегают. Ну, на день здесь, да. Еще есть телепорт, придется соседовать. А ее купол есть. Ой, сейчас по товарам такого можно было неплохой нажать, очищает от сетки, да, и сейчас по дуэли попытаются сделать фраг, скорее всего, не успеют такими темпами, остают войд. Что-то такое, интересно, да. Дуэль не выигрывает. Ну, он, типа, хотел пойти где-то в хрансферу поставить хорошую под тиммейтов, но в итоге дуэль не выиграл, но фраг получил. 3000 перевес остается, и 4 героя здесь смотрят на Вайда, у которого есть Хрона. Да, это самое опасное, потому что до сих пор под Хрона можно сделать что-то на мотив стрел плюс спешбакл, потому что потянулся сюда пангольер, сейчас он пошел, возможно, руну забрать, если появится, руна здесь не оказалась, она наверху, и это хоста. Хоста означает, что Элина может потянуть сюда, она сразу делает телепорт, она пойдет в эту драку, и можно ставить купол тоже однозначно. Вопрос только в кого ставится? По одному только ВК, но ВК нет, реинкарнация, это быстрая смерть. Да, ее просто вытирают. Сперва разбивает тамбу, плюс корм. Да, еще 125 золотишко, и Фермен будет следующим, которого также не отпустят. Он пока что дает свой рип, но у него мана вообще не остается, так что смерть неизбежна. Да, ТВ забирает фраг, и 4000 на девятой минуте. Следующий баунсер у него, мне кажется, мог бы быть нерешающим, время в центре нападения. Ну, он вроде как живет мансует мана, не хватает на то, что привязать 2 маны, там не хватало у миши. Миша замедлил, и все. Приятного, это мало очередной выход, который должен был заканчивать с победой. Победа не заканчивается. Ну, там, в принципе, Бриспирит мог бы как-то задавить через Римнантес играть, но с другой стороны, Миша снял с него щит, и он, видимо, решит, что не стоит 150, у него даже 110, она не была, чтобы дать просто первый спел. Ну, я бутылочки что-нибудь было? Нет, он как раз побежал, сколько мог, но этого не хватило. Ну, так, да, точно. А так, может, по товарам бы закружила, если бы не перетяжка. Бриспирит выходит? Бриспирит покружится, видимо, не сегодня. Они с таким стартом будет очень тяжело играть, так как их герои так не то, чтобы... Бриспирит попался. Ну, занаглел он, конечно, но с другой стороны здесь Вижн, я так понимаю, он организовал. Сюда он организовал в Вижн, 2 Барда поставила, и... Ну, дал он фур, что противники здесь, и новых тем самым. И сейчас, в 50-й минуту, можно быть, понимать, что снизу и можно забирать дверь у них для себя. Стоюет с кентавром, башки прокают. Но не наглеет. Боится, что это подойдет. Да, и в итоге заистает Миша уже под этот Вижн. Блокирует проход кентавром, и сам готовится забирать руны. Опять телепорт от ВК вниз. Зитрекс будет ли делать какой-то фраг с командой пытаться? На самом деле, у него реинкарнация, ну, по факту-то и есть. Он оставляет скиллпоинт, как обычно, на вкачивание, на случай, если его смерть что-то даст. Так что, можно подставиться, пытаться, как-то поманить на себя. Но я думаю, что на такое вестись, конечно, было бы последним делом. Зато можно разменять тавры, попытаться. Да, именно этим сейчас и занимается. И будет тавр нижний. Т1 разменен на верхний Т1 у команды Сусмы. Все так. Причем прилетел, на самом деле, у меня есть Пангалер. У него есть ультимейт. Прилетает сюда вроде как Элина тоже. Это Гостик. Это Легионка. И цепляют Зитракса. У нас много урона, пока не крутится, ловит Хекс, ловит Стан. Сетку за 100 или немножко дизейбла. Но должны забирать. Забрать-забрали на Сабр 4 позиции не так и дорого, он им обошелся. Всего 2 голды. Мидеру команду досталось. И суммар 252 золотых. На деле, тут они еще могут так вот пиковать какие-то единичные цели. Опять же, если рядом нет Легионки, которая готовится подцевить. Здесь она, по-моему, то ли у нее не было пресс-затак, то ли она не попыталась. Все, она себя тратила вроде даже. В любом случае, она тоже имела риск погибнуть, если бы пыталась остаться рядом со своим саппортом. Ну, а тем временем, команда времени даром не теряла и забирает мид-тавр. Хотя здесь еще хпшка остается, но подходит пачка крипов и тележка неумолима. Войт. Крона. Есть. Эмбер Спирита пробивать надо. Заканчиваются щиты. Дальше подстану его может как-то через ульту. Да, есть Лагуна Блейд, но не получается его забрать. Отличная работа. Да, успел улететь. И Эргон пока что остается здесь без ультимейта, но у него есть еще какое-то количество хп. Он отходит назад. Зитрекс. Вкачивает реинкарнацию. Убить его так просто не получится. Это первая жизнь. ЛТВ в половине хп бегает за Астралом. Он его добить может, но вопрос догонит ли? Зитрекс. Дуэлька есть для гостя. Подплют как он с первым, но с дэмэджа слишком много оказывается. Вот и первый дуэль. Все это время я просто бегал за Астралом, у которого не было маны. Что-то что-нибудь дать. И Рошан заканчивает их спор своим этим мощным уместным шлепком. Время много терял. Шамана в лепешку. Все равно фраги сделали, дуэль получили. То есть, имеется инкарнация до 12-го левела. Это тоже очень важно. Так, ну, пангалер. Вопрос в том, купить ли он сегодня дживили, забери, дальше будет делать урну весовых и прочее. Урну? Думаю, что так. И если он сделает весел, то это отличное подспорье, хоть и в зомби. С его игроку только вкусишь, но он не может нормально подхилить. Да, в этом есть смысл. Причем урна у него получилась довольно быстрая, и он довольно активен в драках, поэтому деньги зарабатывает. Место, чтобы пофармить, тоже находится пока что. У Лины, тем временем, юл септер есть и тревела уже на подходе, кстати. Тут не так много дофармить осталось рецепт. И ввойд, я думаю, что здесь, да, будет просто малыштром делать без всяких промежуточных решений. Тем более медаса. Смог атака. И это так поможет. Да, рсканирует, и ЛТВ сейчас в опасности. Увидел, нужно реагировать, и не среагировал. Ну, в следующий раз. Там был довольно трудно, что он садок спрятался за деревом. Они пробили дерево, когда он упал, а он мог успеть нажать клавиш. Время действительно это было, но он даже не стал пытаться. Я не уверен был для у него, не нажал тембок. Потому что он был в кулдауне, но в любом случае он даже не рыпнулся в одну сторону. И у нас 854 тысячи перевесок. Подловил фермиана, будут пытаться его запокусить, будет сверхбакл. Да, урона много, гости подойдет. Ждем можно просто под дверьку оставить. Оставляет на плюс 10. Причем можно еще змей забрать, который до сих пор там, а они подходят, что успеют забрать их все. Даже не пытаются их контроль, одинается змейками змеек. И еще плюс там много голды, почти три сотни подарил сверху, плюс варс 155. Неприятно. Живут смок и поехали в атаку под новых хроносфер, которая появилась. Видим, астрал. Так, астрал, да. Но без хрона справится. Его не пощадят. Да, тут и так он безобидный оказался. Когда он в одиночестве, он ничего не сделает. Можно эту ловушку немного подавить. Дитрекс пока что пытался зафармить Большого Сувуха, у него получилось. Вопрос по поводу дуэльки. Легионка рядом, она в случае чего будет наготове. Откатится скоро дуэль. И Лина уже с ультимейтом, поэтому тоже может дать какой-то дэмэдж. Ну, пока не с командой, но в целом здесь последняя т1-вышка может быть на ее совести. Так как скорость атаки большая, может, за один подход и убьет. Там, тем более, пачка крипов подходит. Ну, я оказываю. Легионка сейчас осталась до даггера. То есть, ребята, она еще тоже сам может циклиать героев соло. Так, там размин таврами так будет, я так понимаю. Ну да, здесь мало хп осталось у т1-тавра на топе. Гостик слегка прибегает. Покостик, может быть, даже выманивает как-то героев на себя. У них нет глифа, чтобы как-то потянуть еще время, иди-то изложить догорать вышку. Он это делает по балансе 2-2. Теперь продолжает фармить. Ну, вот войдет, у него все-таки появился довольно ранний мой штром, но при этом пока я купола все и не видно было. Ну, может, до миллионера даже дотерпит таким образом. Сейчас, сцены, можно будет прыгнуть, закрыть милажу. Да, прыгать. Ой-ой-ой. Идея хорошее исполнение на троечку. Платиновый купол. Нет, папа попасть на попал. Скорее милажу, батя успел среагировать. Не летел и тут же нападение в топе, перетяжка пошла. Это у нас легионка, стан. Поставка ли дизейбу, и демиджа хватает забрать. Ну, с гостя, 35 секунд, причем, возможно, он не успел закупиться. Успел. Причем он забрал фраг, стрик забрал, и довольно жирно получилось для него. Ну, вот он делает себе рейдинс. Ну, дефолтное, конечно, решение для врезкинга на данный момент. Но ЛТВ, Пастяпан Орин, еще бы шаман, долгих, секунды. Говорят, как тут надо успевать продавать дизейбу, и ЛТВ живет. Ну, да, а тайм-дилейшн, паш-джил, стики нажал, и в итоге вообще смог очень много сил вернуть. И уже не все медленно, там по 400-ка на всех висело. Ну, все равно, даже 400-ка, там, полторы тысячи войда хп, не так просто снести. Но самое главное, что вовремя успел закатиться в этот гольер, поэтому все остались живы. Но если бы еще и ЛТВ погибал, то это был бы очень хороший ход от Немиги. Прям сразу много отыгранного преимущества. Ну, пока Эмершна подцепили, а вот у него небольшие проблемы были, но его чистят, отлично, врывается костик. Не хочется дать уже в ванну подбивать, но на самом деле под Мишу можно, да. Миша подбивает пока импетусами, подходит ЛТВ, и вместе урона они набирают, и только не выигрывается. Только не успели, причем у вас точка залетела, вот прям вот заканчивается, и первое, второе, третье, закончила героя, но неприятно, там зомби подспас, конечно, хорошо. Суларит мне дал получить лишних десятку. Даже больше, лишь было Л-12, это у нас как-то, 18-0. Ну все, 6000 перевесом. Все равно попался, тайм-делейшн успел дать, но сетка есть, так тайм-вол, контролирует, Иргон рядом. Иргон поможет. Илтв не может, Иргон поможет. Все, зомби раздулся. Иргон понимает, что надо бежать, уже не может вызвать, 10 секунд не будем ждать до появления хроносферы, ой, дуэли. Хроносфер тоже скоро будет, и можно пробовать нападать дальше, сцеплять следующих героев. Да, они просто бегают по вражеской половине карты, очень хорошо отрезают у них спейс, в итоге фармить слизи так особо негде, и он во вражеском месте находится. В этом отношении все понятно. Имершина подцепили, есть сетка, Войт подходит, кукол у него будет через 5 секунд только, имершина здесь скорее всего не спасти, и хотел мысливать, поражать ультимейт, но погибает. Тем не менее, в итоге разве пока что получился 2 в 1, есть купол, в этот раз уже закрыли Эмберспири, так как какая-то помощь будет, ниша подбивает, но заканчивается уже действие купола, поэтому он уходит отсюда подальше. Отцы залетают очень больно, все-таки получается подловить на Лин ультимейт, и в итоге это минус еще и Кэрри команда. Через секунду будет Дизейбл и ворваться в астралом. В это время Лин и там размансовывают, убивают еще и зомби, мансуют в Раскинга дальше, Эргон живет и добивает, что до шамана остались змеи. Брэйс Кинг пытался за шрайны в каком-то мультифильме, и его здесь убивают. Надо драться дальше, Миллажил тоже покупается. Байбак от Эмберспирита, он вернулся, а здесь если его получится забрать, это будет надолго, а получится ли, пока есть танк по КСС-фойду, он продолжает бить, уйдет, и трекса большие проблемы, не помогает шрайна, его убивает все же. И Миллажил попался, да, кажется, мидеры засубьют 2 же. Мне кажется, похоже на ГГ, это все дело, поэтому всякий случай, время небольшой коммерции на стриме, вот что я думаю, и вы нужны. Поэтому я сообщить, что париматч проводит бонусную акцию в виде 100%. Поэтому вы можете получить эту всю информацию, нажав на баннер под стримом. Это так, по факту. Такая коммерция. Но на самом деле даже без омановости, ты уберешь и получаешь. Ну, правда, например, так же, как Миллажил в этой игроке. Все так, за 38 секунд до окончания игры. Возможно. Ты че, в зум ван. Да, тут его бьют, конечно, долго, и тут, по-моему... Нет, у Костика не было, дуэли еще 9 секунд. Ну что ж, все равно это все легко берется, да. Да, и отличный слад и у всех уже есть, перевес почти 12 тысяч, уже 12 ровно. И Фервиан вышел опять далеко. Его видели? И он-то бы прыгает, не достает. И слишком много, конечно, у Эргона получилось с легкой линией, по себе перевес. 114-100 у него, у него было 5700. Легионка дуэли. Что-то у шамана выигрывает чуть ли не в соло, причем кто-то еще подхил от зомби. Плюс дэмэдж 74, вот уже две сотни. Так, они видят еще цель, и опять не видят препятствия, и Зитрексу здесь надо молиться. Потому что тпшки нету, надо прятаться и надеяться, что его не найдут. Его просканировали. Его просканировали, его сейчас увидят. Да, день, все, гостик его увидел. Да, гостик все видит. У-ку, мой сладкий. Телепорт есть, там гостик доджит. И дальше все без продолжения. Хотя, что, с инвана, могут ли подцепить, но никто не идет за иммершином, он тут один такой быстрый. Ну, ты вот побежал куда-то в бочину, у него есть купол, он может испануться. Миша тут первая, она решил засолить. Ну, кстати, у него получится. Хотя, ульту прожимает. Ну, вопрос в том, суицидится с кирпом или нет. Нет, даже не пытается. Но пока подхиливается, но ненадолго его хватило, все равно забирают иммершин тут. Так, в качестве подтанцовки оказался. Ну, и там будешь еще зафармировать? Вкусно, а и мелажул опять погибает. В общем, соло его убивает. Это же Легион, да? Причем, судя по урону, мне кажется, он не выиграл дуэль, но... Не важно, верил ты дуэль или нет, если ты выиграл игру, как говорится. Да, и тут, на самом-то деле, очень сильная женщина сейчас от Легионка. И на деле можно... Ну, я не знаю, что по поводу Рошана, пока его никто не трогает, но... Забрать все внешние вышки можно точно без проблем, а после этого можно и на Рошана отойти. Так, а тут Телепорт на Зитракса. Посмотри на Зитракса. Да, его нашли, его поймали. Телепорт прям, у него на глазах сделали на Крепов, хотя станет по Иргону. Да, Иргон будет. Стан сейчас будет через секунду, успевает его дать под таймингом. И Миша пойдет и поможет добить. Да, Иргон в итоге... Максимально мемная ситуация получилась, конечно. Ты пришел с андового Крепана, которому ты хотел напасть. Которому ты хотел подзаработать. Да, не очень приятно получилось. У Немига пока не сдаются, хотя я не вижу опции, при которой они как-то здесь эту игру могут засолить. Слишком много уже у Легионки, слишком много у Вайда. Принесся в Сашляшу, а гоним у Лины, у Легионки Блэдмейл. И стоит внизу, уже ждет, караулит героя. Сейчас, может быть, кого-то увидит. Опять же, если он и раньше справился с почти любым героем, то теперь, имея Блэдмейл, справится так точно. Здесь ему к атаку, здесь байт, и пошло на него нападение. Пытается как-то его спасти, но поздновато. Не справится, плюс дэмэдж. Бангалер тут как тут, минус Астрал. И еще здесь, в всяком случае, приехал ЛТВ. Это минус 4. В России не успелось обретти, просто потому что он только что зарезался. Да, так мы можем погибнуть вместе с ними. Максимально андокалиточная игра, получается, по сравнению с тем, что мы видели на прошлое. И они сдаются. И они сдаются. Да. Ну, ни одного очка не заработали в этой серии, получается. У нас Немига и остаются на последнем месте. А позитив Гайс выходит чуть-чуть подальше. Ну, тут, не знаю, поздравлять, не поздравлять. Конечно, Немига не смогла справиться. Но, наверное, стоит здесь напомнить, что Немига, она здесь как замена в Винстрайк, пришла в эту лигу. И вот они в качестве такого заменяющего слота должны показывать себя на максимум, чтобы суметь закрепиться, ну, либо в промежуточном приходном турнире, насколько я понимаю, на этом турнире будут разыгрываться слоты на лан, либо уходить на второй сезон и иметь шанс получить туда инвайты. Это тоже довольно серьезно, так как отборочных суда нет, и все исключительно по инвайтам. Все так, но опять же, мы это можем посмотреть апсвит чуть позже, а пока на всякий случай напоминаю для тех, кто вдруг забыл, что есть еще помимо доп. депозита и конкурс для зрителей по рематч-лиге, и все по тому же баннеру под стримом. Жмите, заходите. А мы отправляемся на короткий, судя по всему перерыв, поскольку игры follow-by в ожидании матча HR.